Этот проект, по сути дела, проект некоторого типа освобождения человека или создания нового типа человека, который живет исключительно по указанию, то есть исключительно по ТОРе. Для того, чтобы реализовать этот проект, необходимо по понятным причинам целый ряд самых разных моментов. Например, такой инструмент, который позволял бы из этого самого указания, то есть из канонического текста, который, по некоторым мнениям, и был канонизирован как раз тогда, когда был разрушен храм, собственно говоря, возникла вот эта или стала возникать культура мудрецов Талмуда. И вот этот общий канонический текст, священный текст, сакральный текст, он, естественно, описывает далеко не все. Если мне предстоит жить по ТОРе, то нужно каким-то образом научиться извлекать из него указания, касающиеся самых разных областей моей жизни. И вот этим инструментом является медраж. Мы говорили в прошлый раз, да, я назвал несколько принципов. Возникает целый ряд правил, с помощью которых можно из этого сакрального текста извлекать указания на все случаи жизни. Ну и вот таким образом эта культура как бы начинает свое существование. У него есть естественная проблема, проблема с тем, что есть социум, а этот социум вроде бы должен жить вот таким образом. Но для того, чтобы он жил таким образом, необходимо, чтобы каждый член этого социума умел производить вот эти самые манипуляции, которые называются медражом, и умел извлекать из сакрального текста соответствующие указания. Независимо от того, будут ли они приняты как норма или они не будут приняты как норма. Но множественность мнений, множественность результатов, которые получены в результате медражирования, это очень важный для этой культуры момент, потому что нет одного ответа точного, как нужно делать. Есть много ответов, из которых мы выбираем один нормативный, остальные тоже являются не менее значимыми, чем тот, который был назначен нормативным. И на определенном, вот эта вся культура таким образом существует, запись или фиксация того, что получено с помощью медражирования, я это условно назвал кубиками, то есть вот эта множественная база данных, в которую, собственно говоря, каждый вносит свою лепту, и она растет, увеличивается и так далее, является определяющей жизнь этой общины, она не должна быть зафиксирована. Это строгий запрет на фиксацию, про который тоже мы говорили о причинах, сейчас не буду возвращаться к ним. Но на определенном этапе этот запрет нарушается. Почему он был нарушен, вопрос сложный. Ответ на него есть, классический ответ самого, собственно говоря, раба Иуды Анаси, которому приписывается создание Мишны, сейчас мы как раз об этом будем говорить. И он говорит о том, что есть или была опасность того, что все это, вся эта база данных будет утеряна, что все будет забыто, все будет разрушено. Из опасений того, что проект перестанет существовать, он решил зафиксировать эту самую базу данных. Всю базу данных зафиксировать невозможно, и поэтому он выбрал что-то из этой базы данных и определенным образом структурировал. Вот мы, собственно говоря, с этого момента и начнем сегодняшний разговор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok